Привет друзья! Сегодня многие боятся заболеть и некоторые люди, продвинутые грибники, используют грибы, особенно лечебные грибы, для профилактики или для лечения каких бы то ни было заболеваний. И один из таких грибов это фламмулина или зимний опенок. И вот он здесь возле меня. Вот он прекрасный, лечебный зимний грибок. Но дело в том, что грибы плохо усваиваются у нас в организме и фламмулина в том числе. По этой причине большая часть полезных веществ проходит мимо нас, вернее через нас, и вы сами понимаете куда. Из-за этого мы не получаем ожидаемой пользы от употребления гриба. Как же сделать так, чтобы зимний опенок не проскакивал транзитом через наш организм? Есть один секрет. Съели гриб и что такого? В туалет сходили снова. Грибоеда слушать надо, чтобы не было такого. Клетка гриба защищена хитиновой оболочкой. Чтобы было понятно, хитин входит в состав панцирей ракообразных. Это очень прочный материал. По этой причине желудочный сок не растворяет оболочку клетки гриба. А все полезные вещества находятся именно внутри клетки. Вот и все. Мы не получаем той пользы, которую хотим при обычном употреблении фламмулины. Как выжать максимальную пользу? Что и как приготовить из зимнего опенка, чтобы разрушить оболочку гриба и чтобы полезные лечебные вещества ворвались в наш организм? Смотрим. Для начала освободим грибы от лесного мусора. Не обязательно мыть и чистить каждый грибок. Достаточно погрузить грибы на 2 часа в воду и весь мусор отлипнет от грибов. А все, что останется, отойдет в воду после варки. Я фламмулину отвариваю 5-10 минут, не более. Обратите внимание, что грибы я варю целиком. Ножки у взрослого зимнего опенка жесткие, но я их не обрезаю. Дальше увидите почему. Есть два варианта разрушить хитиновую оболочку клетки гриба. Полная заморозка или максимальное измельчение. Заморозка для фламмулины не подходит, так как этот гриб не боится морозов. Нам остается измельчение. И первое, что мы будем готовить, это грибные котлеты. Вот наши ингредиенты. Отварная фламмулина 500 грамм. 4 столовые ложки манки. Панировочные сухари. Одна луковица. Затем укроп и зеленый лук. Одно яйцо. И соль и перец по вкусу. В первую очередь перекручиваю через мясорубку отварные грибы. Ну и туда же отправляю репчатый лук. В измельченные грибы добавляю нарезанный укроп и зеленый лук. Туда же перец. Затем все это присыпаю манкой. Дальше идет цельное яйцо. Солю и тщательно перемешиваю. Ну вот и все. Фарш готов. Что-то мне захотелось чесночка. Добавлю трезубчиком. Можете выходить за рамки рецепта и добавляйте то, что считаете нужным. На вкус и цвет товарищей нет. Ну а теперь, вы поняли для чего панировочные сухари? Теперь из фарша появляются котлетки. Мои грибные котлеты выстроились как солдаты. Сейчас я отправлю их в горячую точку. На сковородку. Музыка! Вот они, фламмулиновые котлеты. Аппетитно выглядят, правда? А главное, сколько пользы! А сейчас более полезное блюдо из фламмулины. Грибная икра. Все ингредиенты, опять же, самые простые. Отварной зимний опенок 1 килограмм. 4 луковицы. 3 больших морковки. 4 зубочка чеснока, щепотка перца. И соль с сахаром по вкусу. Начинаю с лука. Перекручиваю его на мясорубке. Затем отправляю на сковороду. Теперь морковь. Делаю то же самое и то же на сковороду, к луку. Все это тушу минут 15. Дальше зимний опенок. Предварительно в мясорубку я поставил более мелкие ножи. Поэтому фламмулина перерабатывается в более мелкую фракцию. А значит, моя грибная икра еще более полезна. Запах сумасшедший. Измельченные грибы я добавил в общий котел к луку и моркови. С грибами я еще немного протушу. И в конце добавлю чеснок, соль и сахар на свой вкус. И вот мое произведение готово. Слушайте, а действительно напоминает икру. Правда? Итак, подытожим. Для того, чтобы разрушить хитиновую оболочку клетки зимнего опенка и выпустить наружу полезные вещества, необходимо фламмулину максимально измельчить. И чем меньше фракция, тем больше пользы. И, конечно, надо стараться свести к минимуму термическую обработку. В некоторой литературе утверждается, что зимний опенок надо обязательно отваривать не менее 20 минут. Но это заблуждение. Достаточно всего 5 минут. Ну вот, пока мы готовили наши полезные и вкусные фламмулиновые блюда, уже и снег растаял. Но ничего, на свежем воздухе красота. Заниматься дегустацией. Так, первое у нас, это что? Это котлетка. Котлетка фламмулиновая. Во, супер! Так, отлично! Теперь грибная икра. Икра из зимнего опенка. Так. Немножко соли маловато, но ничего. Какой грибной аромат! А главное, польза. Чуть не забыл. В следующем моем видео я вам расскажу, как еще больше пользы извлечь из зимнего опенка. Так что не забывайте, подпишитесь на мой канал, чтобы ничего не пропустить, жмите на колокольчик. А сегодня все. До встречи на канале Грибоед. До встречи на канале Грибоед.